Жильцы дома по улице Мамина Сибиряка против горячего соседства. В их подвале строится оздоровительный комплекс, где возможно будет баня и бассейн. Но владельцы сауны не парятся, продолжают строительные работы. Обстановка с каждым днем накаляется. Недавно сгорела машина председателя ТСЖ, который рьяно выступает против новых соседей. Кто выйдет чистым из этой ситуации, расскажет городской дозор. Уже два года длится тяжба за право собственности этого подвала. Но пока суд не вынес окончательного решения, между сторонами кипят нешуточные страсти. Ситуация накалилась из-за строительства сауны или, как утверждают коммерсанты, оздоровительного центра. Весь дом категорически против. Сегодня ночью сгорела машина председателя ТСЖ. По его словам, это дело рук претендентов на подвал. Лично мое мнение, не только мое мнение, члены управления и вообще всего дома, что это сделали захватчики нашего подвала. Были дознаватели пожарные, но эксперты, которые сделали вывод, что это поджог. Переделывать подвал в сауну начали два года назад. Хотя помещение принадлежит товариществу. Это признал и суд. Однако оппоненты подали апелляцию. И, не дожидаясь решения суда, продолжают обустраиваться под домом. Без согласования, без разрешительных документов господами с ООО ЖКО «Трансмаш». Пробито отверстие, неизвестно для чего. То ли они хотят врезаться незаконно в наши тепловые сети и канализацию и так далее. Сегодня коммерсанты попытались сменить замки на электрощитках. Их остановила полиция, которую вызвали жильцы. А документы вы проведете? Разрешение есть? Да нет никаких разрешений. Но представитель ЖКО «Трансмаш», как и два года назад, обтекаемо утверждает, в подвале будет оздоровительный комплекс. Но я не готов утверждать, что это будет сауна там. Тогда непонятно, почему у жителей выросли коммунальные расходы. Причем платить больше люди стали именно за воду. С однокомнатной квартирой мы всегда платили 3000 летом. А тут аж по 4000 просто уже стало. И вот именно из-за воды осталось сильно. Коммерсанты пообещали вернуться с документами и продолжить начатое. Остановить их без решения суда невозможно. Но юристы рекомендуют ТСЖ обратиться с письменным запросом к поставщику электроэнергии на предмет проверки согласования этих работ. И без письменного ответа члены товарищества вправе никого не допускать к электрощиткам. Юрий Шумков, Алексей Богданов. Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова